МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Казахстане пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных группировок, которые контролировали игорный бизнес в 17 городах, в том числе и в Караганде. Иностранные инвесторы готовы вложить в Карагандинскую область 500 миллионов американских долларов на развитие энергоэффективных технологий. Соответствующий меморандум с представителями группы европейских компаний подписал Акимобластия Ирлан Кушанов. В Караганде стартовал республиканский турнир по рукопашному бою в соревнованиях принимают участие девять команд из четырех областей. Обо всем более подробно. В Карагандинской области отремонтировали все пришкольные интернаты. Об этом сообщают в областном Акимате. Глава региона Ирлан Кушанов лично проверил, в каких условиях проживают дети в интернате при общеобразовательной школе номер 12 Осакаровского района. Еще год назад учреждение находилось в аварийном состоянии. Сегодня интернат значительно преобразился. В прошлом году на ремонт выделили 144 миллиона тенге. Этих денег хватило, чтобы полностью заменить кровлю, электросети, систему отопления, сантехнику, реконструировать лестничные пролеты, а также закупить новую мебель для столовой, комнаты отдыха и жилых помещений для школьников. Сегодня мы, родители, рады тем переменам, которые произошли в нашем интернате. Я многодетная мать, у меня пятеро детей, трое из которых вот здесь живут, учились, жили и проживали. И я вижу те перемены, которые произошли в нашем интернате. Но хочется особой славы благодарности сказать нашему президенту за то, что наше государство уделяет огромное внимание подрастающему поколению, нашим детям. И это вот результат. Везде, ну, действительно, ну, ситуацию уже в прошлом году мы вместе смотрели, видели. Поэтому в первую очередь мы взяли интернаты. Всего в Карагандинской области 21 пришкольный интернат. В 12 из них провели капитальный ремонт, в 9 – текущий. В ходе рабочей поездки в Исакаровский район Акима области интересовал не только вопрос проживания детей, но и их досуг. Свободное время школьники проводят в Центре дополнительного образования. Здесь работают музыкальный кружок, кукольный театр и другие секции. В планах – модернизировать учреждения и увеличить количество кружков. Ну, конечно же, мы хотели бы и продолжить работу наших математических и лингвистических кружков в соответствии с современными информационными технологиями, через открытие IT-классов. Вот на экране вы видите, мы уже в шести школах IT-классы открыли. Также Аким Карагандинской области посетил жилой комплекс, построенный в рамках программы «Нурлежер». Он состоит из четырех домов с арендными квартирами без права выкупа. Их получают представители социально защищаемых слоев населения. Планируется, что в ближайшем будущем новоселов в районе станет еще больше. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство 12 домов в Осокаровке и 7 домов в поселке Молодежный. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Казахстане пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных группировок, которые контролировали игорный бизнес в 17 городах, в том числе и в Караганде. По данным Министерства внутренних дел, преступные группы контролировали незаконную игорную деятельность из 48 заведений в 17 городах страны. Бинго Рум, Мистер Бинго, Зодиак, Империал, Рояль Вип. Судебное разбирательство по данному факту проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана. Все иностранные граждане установлены, двое задержаны и шестеро объявлены в международный розыск. В целом по делу проходит более 40 подозреваемых лиц в отношении 9 подозреваемых избрана мера пресечения арест. Иностранные инвесторы готовы вложить в Карагандинскую область 500 миллионов американских долларов. Эти средства пойдут на развитие в регионе энергоэффективных технологий. Соответствующий меморандум с представителями группы европейских компаний подписал Хаким области Ирлан Кушанов. Группа европейских компаний всерьез намерена развивать в Карагандинской области зеленые технологии. Представители этой группы уже имеют опыт внедрения экологических проектов в Казахстане. В частности, они являются инвесторами и партнерами по строительству солнечной электростанции вблизи города Сарань. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов отметил, что интерес зарубежных бизнесменов к нашей стране в очередной раз демонстрирует большой инвестиционный потенциал. У нас благодаря политике главы государства в нашей стране, в частности и в Карагандинской области, благоприятный инвестиционный климат. Я думаю, в ходе реализации проекта вашего вы в этом убедились. И это доказывает, что вы еще с одним предложением, да, еще более таким солидным предложением пришли к нам. Мы к этому рады. И мы готовы к дальнейшей работе. Благодаря совместной работе с местными органами власти, европейские бизнесмены намерены продолжить сотрудничество по внедрению энергоэффективных технологий на территории Карагандинской области. И мы готовы инвестируем здесь 500 миллионов долларов США на новые проекты в обновительных сточниках энергии. Это значит, например, 500 МВт, пока мы так сказали, как Аким говорил. Я не могу сказать точно, что это будет 500 МВт, поэтому нам нужна поддержка правительства. Это большое количество. Но мы думаем, что мы успеем подготовить проекты в рамках следующего полтора года. А это будут 3-4 отдельные объекты. Все будут находиться здесь, в Карагандинской области. По завершении встречи глава области и представитель группы европейских компаний подписали меморандум о сотрудничестве. Андрей Тенайден Жакан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И в этот же день Ерлан Кушанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия Тила Клинер. Глава региона рассказал о направлениях сотрудничества Карагандинской области с Германией, а также пригласил к сотрудничеству немецких инвесторов и призвал к обмену в сфере культуры и образования. Центральный Казахстан и Федеративную Республику Германия связывают многолетнее тесное сотрудничество. Основными экспортируемыми товарами являются семена льна, водород, инертные газы. С участием немецких партнеров в области действует ряд производств. В специальной экономической зоне Сарай-Арка работает завод по производству запорной арматуры и изолированных труб. Возводятся новые предприятия. Немецкий бизнес активно работает в нашей области. В этом году только мы открываем, сегодня запускаем солнечную электростанцию на 100 мегавайт. И к концу года мы запустим еще один завод с участием немецкого капитала «Виндегаз» по производству технических газов. Акимобласти также отметил, что регион может предложить инвесторам нишевые проекты в различных сферах. Мы заинтересованы немецких инвестициях и для инвесторов мы готовы предложить нишевые проекты в сфере горно-металлургийский комплекс, сельское хозяйство, машиностроение, пищевая промышленность. И в целом, господин посол, мы подготовили перечень для потенциальных инвесторов. И мы, с вашим позволением, готовы сегодня вам передать. Глава немецкого посольства Тило Клинер отметил, что до своего последнего назначения был уполномоченным Министерство иностранных дел Германии по вопросам внешнеэкономических связей и зарубежных инвестиций. А потому ему чрезвычайно интересны проекты, реализуемые совместно. Поэтому мой особый интерес направлен на инвестиции, на размещение инвестиций за рубежом. И я очень рад тому, что имеются возможности для наших немецких предприятий делать инвестиции в интересующие их области. И те сферы, которые вы упомянули, то бишь сельское хозяйство, пищевая индустрия, области энергетики, сырьевая сфера, машиностроение, цифровое управление этими промышленными комплексами. Эти сферы действительно соответствуют тем областям интересов, по которым мы провели свой анализ потенциала. Посол Германии также отметил, что все имеющиеся совместные проекты в регионе долгосрочные. Он выразил надежду, что партнерство будет и дальше развиваться активно. Сейчас в Карагандинской области около 120 компаний сотрудничают с немецкими партнерами. Внешний товарооборот между Карагандинской областью и Германией составляет более 170 миллионов долларов. Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде провели онлайн-семинар для железнодорожников Акадырского филиала машинизированной дистанции пути. На встрече специалисты обменялись опытом о мерах по обеспечению безопасности движения на железной дороге. Безопасность движения является одним из ключевых приоритетов в сфере железнодорожного транспорта, который сегодня динамично развивается. В связи с этим в Акадырском филиале машинизированной дистанции пути прошел первый семинар в режиме онлайн. Участники вместе со специалистами из Алматы обсуждали организацию безопасности движения. Специфика нашей работы выполняется по всему Казахстану, во всех участках. В участках электрофицированных путей, в участках безэлектрофицированных путей, в однопутных участках. Производится капитальный ремонт, средний ремонт. Кроме этого еще монтаж и демонтаж стрелочных переводов, работа в станционных путях. На сегодня в планах Акадырского филиала провести сложный ремонт 68 километров железной дороги, а также крупный ремонт на 168 километрах. В семинаре приняли участие более 300 работников железной дороги из всех регионов Карагандинской области. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. В Караганде стартовал республиканский турнир по рукопашному бою. В соревнованиях принимают участие 9 команд из 4 областей. В этом году первенство проходит на кубок командующего региональным командованием Орталык Национальной гвардии. Улжас Жумабаев служит в войсковой части 35-17 уже 12-й год. Для участия в турнире он приехал из города Степногорск. Участие в данных соревнованиях для Улжаса стало доброй традицией. В прошлом году он стал золотым призером. Улжас намерен и сейчас не упустить победу. К нынешнему турниру он тщательно готовился в течение двух месяцев. От боя жду. Только мне главное терпение, чтобы вытерпеть все, что соперник мне покажет. А так, главное ум, здесь нужен холодный разум, ум должен быть. Физические данные, это все сделали мы на этих, на тренировках, то, что мы готовились, нам время давали, физическую подготовку. В региональном командовании Орталэк данный турнир проводится 17-й раз. В этом году в нем приняли участие 9 команд из Караганды, Астаны, Костаная, Петропавловска и Кукчетау. Спортсмены выступают в 9 весовых категориях от 55 до свыше 90 килограммов. По словам организаторов, эти соревнования являются отборочными для участия в Спартакеаде национальной гвардии. Все команды, я думаю, подготовились, потому что первый этап проводили они в воинских частях, отобрали команды. Как сказать, для защитника нашего отечества, родины должны быть всегда готовы. Президент нашей Ельбасы сказал, нация должна быть здоровой, заниматься спортом. Поэтому мы, поддерживая вот это все наши, как программы президента, проводим такие соревнования. Соревнования продолжатся до 26 января. В течение четырех дней свыше 100 атлетов будут выходить на татами для того, чтобы помериться с силами и показать свое мастерство по рукопашному бою. Лучшие из лучших будут награждены ценными призами и кубками. Мульдир Жакан, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова